Грамотно балансировать не удается, с чем может быть связано падение рейтинга Зеленского. 15 октября 2019 года, 22.50. Алексей Заквасин, Елизавета Камарова. Популярность Владимира Зеленского заметно сократилась за прошедший месяц. По данным Киевского международного института социологии, КМИС, в сентябре рейтинг президента Украины составлял 73%, а в октябре упал до 66%. Еще хуже обстоят дела у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Поддержка главы правительства рухнула с 17 до 10%. Эксперты объясняют снижение рейтинга двух ключевых фигур в стране и отсутствием прогресса в мирном урегулировании в Донбассе, нерешенными экономическими проблемами и грядущей земельной реформой. По их мнению, сложившаяся ситуация вынуждает Зеленского провести смену команды. В октябре рейтинг президента Украины Владимира Зеленского просел на 7% по сравнению с показателем сентября. Сейчас политику главы государства поддерживают 66% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который с 9 по 11 октября проводил Киевский международный институт социологии, КМИС. Помимо Зеленского, заметно снизился рейтинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука с 17 до 10%, а также спикер Верховной Рады Дмитрия Разумкова с 33 до 27%. При этом в украинском обществе возросла популярность оппозиционных сил. В частности, поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа» за жизнь Юрия Бойко увеличилась с 20 до 24%, руководителя «Батькивщины» Юлии Тимошенко – с 19 до 23%. Ни войны, ни мира. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Шио Андрей Суздальцев связывает падение рейтинга Зеленского прежде всего с буксующим процессом урегулирования конфликта в Донбассе. Эксперт напомнил, что Киев постоянно менял свою позицию по формуле Штайнмайера, но, согласившись на нее, не смог выполнить даже первое условие. Планекс глава МИД ФРГ предполагает разведение сил, принятие закона об особом статусе неподконтрольных территорий, проведение там местных выборов и передачу украинским властям участка границы с РФ, который более пяти лет находится в руках ополчения. Также по теме. Его заявления не воспринимаются всерьез, как Зеленский намерен возвращать Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обязательно вернет Донбасс. На пресс-конференции украинский лидер подчеркнул. На сегодняшний день силы противоборствующих сторон разведены только в станице Луганской. На прошлой неделе Украина, как заявили в ЛНР, сорвала вывод подразделения в Золотом и Петровском. В частности, выполнять приказы центрального руководства отказался полк АЗОВ, который формально входит в структуру нацгвардии. МИД Украины утверждает, что разведение не состоялось из-за нарушения режима тишины. С началом месяца в центре КЕВА регулярно проходят акции протеста радикалов под лозунгом «Нет капитуляции». Также в оппозиционных выступлениях принимают участие экс-президент Петр Порошенко и его партия «Европейская солидарность». Отсутствие прогресса по отводу сил в Донбассе не позволяет Зеленскому рассчитывать на проведение встречи в нормандском формате. Кроме того, он продолжает критиковать формулу Штайнмайера. 10 октября на пресс-марафоне президент Украины заявил, что у него есть собственное видение урегулирования конфликта на юго-востоке страны. «Единственный сложный вопрос там касается того, что прописано, что мы сначала проводим выборы, а затем – граница под контролем Украины. Это очень спорный вопрос, и я, честно говоря, по-другому вижу, как его решать. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, что это надо решать совсем иначе», – сказал Зеленский. Андрей Суздальцев считает, что Зеленский действительно настроен завершить войну в Донбассе, но при этом у него отсутствует представление, как и на каких условиях нужно двигаться к миру. Об этом, как подчеркнул эксперт, свидетельствуют постоянные колебания официальной линии Киева по вопросу формулы Штайнмайера. С одной стороны, Зеленский боится Ирлака капитулента и не хочет оказаться разменной монетой в играх великих держав, с другой – он демонстрирует готовность к диалогу с Россией. «На текущий момент грамотно балансировать президенту Украины не удается. В итоге в глазах по крайней мере части общества он выглядит нерешительным политиком», – сказал Суздальцев. МВФ и земельный вопрос. В беседе С.А.Т. директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал ключевой причиной снижения рейтинга Зеленского и Гончарука отсутствия положительных изменений в социально-экономической сфере. Украина продолжает политику заимствования денежных средств в международных организациях. В проекте бюджета на 2020 год, который утвердило в сентябре правительство Украины, почти половина средств пойдет на выплату долгов. Сейчас Киев договаривается с МВФ о принятии новой трехлетней программы траншей. Также по теме. Угроза суверенитету, почему на Украине выступают против продажи сельскохозяйственных угодий депутаты Одесского областного совета выступили против отмены моратория на продажу земли на Украине. По их мнению, законопроект. В конце сентября Алексей Гончарук в своем YouTube блоге Чашка Премьера назвал сотрудничество с МВФ базисом для экономического развития Украины. Зарубежные кредиты, как считает глава правительства, должны привлечь в страну масштабные иностранные инвестиции. Это даст нам возможность развивать инфраструктурные проекты, работать над повышением энергоэффективности и делать все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной, пояснил Гончарук. Погребинский полагает, что в администрации Зеленского возложили на премьер-министра ответственность за проведение комплекса непопулярных в народе реформ, которых требуют кредиторы. Одна из них – учреждение рынка земли. Верховная Рада может одобрить закон о свободном обороте сельхозугодия уже к 1 декабря. Однако украинское общество отрицательно относится к идее купли-продажи земли. По данным социологической группы рейтинг, против снятия моратория на свободный оборот в сельхозугодии выступают 73% украинцев. В октябрьском исследовании КМИС говорится, что подавляющее большинство граждан Украины, 70%, настаивают на проведении референдума по данному вопросу. Зеленский обещает, что земля не попадет в руки зарубежных лиц. Однако противники отмены моратория придерживаются иной точки зрения. Источником опасений выступает Гончарук. Премьер-министр считает, что нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан. Сейчас Гончарук выступает как отдельная от Зеленского фигура, инициатор и проводник непопулярных предложений. Правда, эту роль, на мой взгляд, он играет не очень удачно. Люди видят, что Зеленскому не удалось решить ни одну существенную для страны проблему, рассуждает Погребинский. Президент без команды. Опрошенные. А.Т. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение рейтинга Зеленского. Погребинский считает, что президенту Украины необходимо проявить решительность и поменять команду, которая очень слабая и постоянно подводит его. Также по теме. Порошенко хочет вернуться в политику, протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан. Тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера. Этот документ. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник придерживается несколько иной точки зрения. В комментарии А.Т. Он заявил, что Зеленский действительно страдает от некомпетентности команды, однако сиюминутная смена состава Кабмина к положительным изменениям не приведет. Как таковой команды у Зеленского нет, есть политическое окружение, которое получило возможность пользоваться властью в интересах Коломойского и Пинчука. Кадровые решения президента должны сопровождаться избавлением от людей-олигархов и агентов влияния западных государств. Только в таком случае у страны появится шанс на коренные позитивные изменения, резюмировал Бортник. Однако Андрей Суздальцев полагает, что рейтинг Зеленского продолжит снижаться вне зависимости от того, как поменяется состав правительства Украины. По его мнению, с момента инаугурации президент Украины продемонстрировал себя слабым и нерешительным политиком. Проблема не в правительстве, а в самом Зеленском. Его невероятная популярность основывалась на отторжении Порошенко. Создалась иллюзия, что с приходом народного любимца все переменится к лучшему. А что мы видим в реальности? В руках Зеленского все рычаги управления страной, но он ими не пользуется, боясь ответственности за сложные решения, подчеркнул Суздальцев.